Участники называют этот фестиваль «окном в мир», которое нужно держать открытым. Организаторы предоставляют всем желающим возможность познакомиться с тенденциями развития современного книжного рынка и мировой культуры, не покидая пределов Садового кольца. А гости просто наслаждаются непринужденной атмосферой общения. Московский международный открытый книжный фестиваль стал уже традиционным событием для летней Москвы. И похож он в основном на сборную солянку, потому что вокруг книги здесь собраны все основные направления искусства – музыка, живопись, кино. С 11 по 14 июня в Центральном доме художника искушенные московские интеллектуалы имели возможность посетить более 400 увлекательных мероприятий, наполнивших книжную, детскую, музыкальную и кинопрограмму выставки. Комментарии к современной книжной ситуации в ходе проведения семинаров и круглых столов дали литераторы, критики, историки, издатели, философы, дизайнеры и иллюстраторы. Особый интерес у посетителей вызвали так называемые параллельные события фестиваля – букфейр, винил базар, букинист базар и посткарт-экспо. На книжной ярмарке можно было обнаружить литературу совершенно различных тематических направлений. Теревинф – это такая библейский образ, фисташка, которая дает новый побег от старого корня. Что за литература у вас здесь представлена? Три сорта. Литература про развитие детей, а также про детей с нарушениями развития, это отдельная тема. Литература религиозная слева и просто детская проза для детей и подростков. Мы вообще участвуем во всех подобных фестивалях. Это очень хорошая возможность и о себе заявить, и с книгами людей познакомить. Кроме традиционной книжной продукции, гостям были представлены музыкальные, детские, интеллектуальные и художественные аудиокниги. Здесь их пока немного, но уже есть вероятность, что аудиопродукция вытеснит книжную. Или нет? Нельзя ни в коем случае говорить о том, что кто-то кого-то вытеснит. Тем более, все-таки аудиокниги – это бизнес, который только зарождается в России. Поэтому не надо говорить о том, что вытеснены, надо говорить о том, что вырастет ли это в самостоятельный рынок, в самостоятельную индустрию. И перестанет ли аудиокнига быть производной, отпечатной книги. Потому что аудиокнига – это всегда должна быть самостоятельной продукцией, совершенно самостоятельная форма творчества. Это не просто начитка текста. Это подход, это режиссура, это музыка, оформление. От аудиокниг в прошлое к настоящим виниловым дискам. В этом раю для меломана любителю грамм-пластинок было трудно совладать с собой. Граждане, подверженные регулярным приступам музыкальной ностальгии, кружили над модерн-токинг и аббой. А коллекционеры разрывались между Битлз и Пинк Флойд по пути, успевая знакомиться с коллегами. Я представляю себя как коллекционера и представляю свой магазин. Что за магазин? Магазин «Граммофон» в Санкт-Петербург. Вы приехали из Петербурга сюда? Давно вы коллекционируете пластинки? Первую пластинку мне подарила тетя, мне было 12 лет, сейчас мне 43, считайте. И сколько у вас их коллекций? Порядка 12 тысяч, мы с женой вместе коллекционируем. Какие у вас жанры здесь представлены музыкально? В основном это рок 60-х годов, джаз. Фестиваль без преувеличения можно назвать раем, настоящим раздольем не только для букинистов, но и для филокартистов, филателистов и даже номизматов. Открытки. А их здесь целые ряды. Некоторые скромно таились в альбомах, другие же яростно привлекали к себе внимание сочными красками, удивительными сюжетами или просто ценой. Редкость открытки характеризуется тем, насколько она спрашиваема и насколько она интересна с точки зрения информативности. То есть ценовая политика открыток дореволюционных, это может быть от 20 рублей до 20 тысяч. Я вам показываю одни из самых дорогих открыток. Это три открытки, на которых изображены все гербы Российской империи. Сколько они стоят? Вот эта серия открыток стоит 50 тысяч рублей. Почему она такая дорогая? Потому что эти открытки очень редки. И до нас дошли редкие экземпляры, тем более в таком состоянии. Фестиваль вот этот назван книжным, на самом деле он гораздо шире. А каков спрос именно на открытки, как вы можете оценить? Вы понимаете, ведь в принципе открытка это книжная иллюстрация. Потому что многие художники работали в книжной иллюстрации. Поэтому многие книжники собирают открытки. Потому что иллюстрации к книгам выходили в открытках. То есть сочетание открытки и книги уже представляет какой-то общий такой интерес. Филателисты столицы здесь тоже нашли то, чем можно пополнить свои коллекции. Я представляю почтовые марки периода с 1923 года и по 1991 год. Как чистые, так и гашеные, то есть прошедшие почту. Люди подходят, интересуются. Причем и коллекционеры, и просто люди, которые зашли сюда погулять. Ну и как вы считаете, чем полезны такие выставки для современного человека в мегаполисе? Чем полезны? Ну я думаю, что, во-первых, развивает кругозор. Во-вторых, в марках наша история, которую можно прочесть, увидеть и, наверное, что-то почерпнуть из этого. Открытки, марки, гравюры, ноты, значки и плакаты могут не только пополнить драгоценные собрания коллекционеров, но и стать оригинальными подарками. Хотя никого уже не удивишь открыткой на день рождения. А что если на юбилей подарить имениннику, скажем, крепостную купчую? Мы занимаемся продажей старинных документов, ценных бумаг, вышедших из обращения. Как правило, царской России. То есть это до революции, до 1917 года. Акции, облигации, банков, различных промышленных компаний. Это уже считается как оригинальный подарок в данный момент, если это красиво оформить в багет. Ну и также предмет коллекционированный, который, некоторые экземпляры растут в цене год от года. Вот помимо ценных бумаг у нас еще представлены старинные документы, крепостные акты, старинные паспорта крестьянские. Ну и также открытки. В общем-то все, что касается старинных документов. По словам участников фестиваля, вся представленная здесь продукция, начиная от журналов и заканчивая виниловыми пластинками, значками и открытками, так или иначе относятся к книжной индустрии. Все они вроде бы правы, или почти все. Но какое отношение имеют к книгам вот эти деревянные шкатулки? Это напрямую относится к книгам, поскольку мы представляем уникальное издание на нашем рынке, издание «Резьба по дереву, самоучитель, по которому можно самостоятельно учиться». Мы заодно представляем те возможности, которые предоставляют эти учебные издания. То есть человек, который научится, реально может выполнять подобные изделия. То есть для того, чтобы посетители выставки могли посмотреть, что же они могут научиться вырезать, покупая наши книги. Перед самым выходом усталые, но довольные выставкой москвичи приобретали по паре килограммов Диккенса и Достоевского. Московская компания «Проект Оги» предлагала всем желающим букинистические издания на вес. Московский международный открытый книжный фестиваль, судя по представленным здесь программам и продукцией, уже выходит за рамки обычной книжной выставки. Организаторы ждут, что количество посетителей с каждым годом будет расти. А у гостей есть и свои ожидания. Ожидание? Ожидание, что это будет развиваться. Потому что, ну, стыдно. Россия большая страна, ничего подобного нет. Это в мире это все происходит постоянно, регулярно, во всех странах. А у нас это хороший первый выпуск.